И снова здравствуйте, мои дорогие друзья! Как я вам и обещала, сегодняшнее занятие мы с вами поговорим о празднике, который будет 12 апреля, день авиации и космонавтики. Итак, 12 апреля, день космонавтики. В этот день впервые в мире человек полетел в космос. Для вас это может стать большим удивлением, потому что сейчас полеты в космос совершаются по нескольку раз в год. Летают космонавты, уже летают и космические туристы. Космонавты подолгу живут на космических станциях, проводят опыты, наблюдают Землю и звезды. Люди научились выходить прямо из корабля, воздушного корабля в открытый космос. Для этого космонавт одевает специальный костюм, который называется скафандр, который защищает его от космического холода. Дышит он в этот момент воздухом, который закачан в большие баллоны и прикрепленные к этому скафандру. А чтобы космонавт не оторвался в космосе от корабля и не улетел в открытый космос, он привязан к очень прочным канадам. Освоение космоса – это дело очень трудное, опасное. И любая ошибка может стоить космонавтам жизни. Но мы поговорим о первом человеке, который полетел в космос. Но до этого я вам расскажу, что такое космос. Мы с вами живём на огромной планете, которая называется Земля. Но мы, к сожалению, не единственная планета, которая есть в нашей необъятной Вселенной. Может быть, даже есть и другие планеты, которые населены людьми, животными, которые обитаемы. Большинство планет, конечно же, которые мы знаем, которые находятся в нашей звёздной галактике, они практически все необитаемы. Потому что учёные так и не могут точно сказать, есть ли живые планеты или нет. И посмотрите, я вам сейчас покажу фотографию. Итак, мы с вами живём на очень красивой планете. Земля. Вот так она выглядит из космоса. Посмотрите, какая она красивая. Она похожа на большой разноцветный мячик. А также я вам сейчас покажу, что мало того, что мы живём с вами на планете Земля, мы с вами живём среди других планет в нашей галактике. До недавнего времени их было девять. Сейчас их восемь. Последнюю планеточку совсем вот, видите, вот Солнышко, вот у нас Меркурий, вот у нас планета Венера, а вот планета Земля, на которой мы живём. Дальше у нас идёт Марс, дальше у нас идёт Юпитер, вот он Юпитер большой. Дальше у нас идёт Сатурн, Сатурн, дальше идёт Уран, дальше идёт Нептун. И вот тут у нас была где-то планеточка, которая называлась ещё Плутон. Но в последнее время её вычеркнули из состава планет, потому что она погасла, как звёздочка. Я вам сейчас покажу картиночку. Вот наши все планеты, вот наше огромное Солнышко, вот оно, которое светит. Да, оно и выглядит именно вот так, раскалённое, стреляющее огненными такими лучами. Вот наша красивая Земля, прекрасная и красивая Земля. Итак, первая планета у нас после Солнца, вот она, Меркурий. Дальше у нас идёт красивая тоже планета Венера. Потом идёт наша красивая планета Земля, прекрасная планета, на которой мы с вами живём. Дальше у нас идёт Юпитер, вот она такая огромная. Ой, я вам не то сказала. У нас сначала идёт Марс, а потом у нас идёт Юпитер. Марс у нас красная планета, потом у нас идёт Юпитер. Потом у нас идёт Сатурн. Сатурн. Потом у нас идёт Уран. А потом у нас идёт Нептун. А вот это планеточка Плутон, которая была дебятой планетой в нашей Солнечной системе. Космос – это большая Вселенная, как я вам уже показала. Вот она, да? Это большая Вселенная, где много-много планек. Я вам сейчас покажу картинку, если я найду её вам быстро. Где мы с вами живём? Наверное, я не покажу. Не найду её быстренько так. Ну вот, смотрите, вот это вот наш космос. Вот такой вот космос, в котором мы живём. И где-то среди тысячи вот этих звёздочек есть наша Земля. Наша галактика, в которой мы живём. Наша галактика называется Мелечный. Итак, космос – это огромная Вселенная. В нём есть и звёзды, есть планеты, есть астероиды, метеориты, другие космические тела, в том числе кометы. И учёные идут в наблюдение за космосом. Это астрономы. Кстати, у нас ночью мы видим одну из планет, которая светит нам всегда. Это наша, прекрасный наш спутник нашей Земли. Луна. Вот она какая. Все думают, что она серая. На самом деле, да, вот она такая вот красивая, разноцветная. Но мы видим всегда только вот эту сторону. Вот такую сторону Луны мы не видим никогда. Потому что она находится с другой стороны и никогда не поворачивается к нашей Земле. Так. Ну что ж. Раньше люди думали, кстати, о том, что наша Земля находится на огромной черепахе, на которой стоят три слона, и на которой находится место, где мы живём. Вот так раньше учёные представляли нашу планету. Сейчас мы знаем о том, что наша Земля имеет форму шара, она круглая, она имеет цвет. На нашей планете есть вода, Земля, воздух. Мы можем дышать. И я вам сейчас покажу первого космонавта, фотографию первого космонавта, который полетел в космос. А зовут его Юрий Алексеевич Гагарин. Вот он. Первый космонавт, который полетел в космос. Его полёт длился недолго, всего 108 минут. Чуть больше часа. Но за это время он узнал, что наша Земля круглая. Он увидел её из космоса. И это был первый человек, который полетел в космос. В честь этого полёта день 12 апреля назвали Днём авиации и космонавтики. А Юрий Алексеевич Гагарин стал героем своей страны, который впервые полетел в космос. Он летел в космос на ракете. И её название «Восток». На своём космическом корабле он облетел вокруг Земли за 108 минут. Но до нашего известного космонавта в полёте побывали собаки Белка и Стрелка, которые больше суток летали в космическом корабле и благополучно вернутся домой на Землю живыми и невредимыми. Я думаю, что День космонавтики, о нём знают многие тоже из вас по рассказам родителей. И всё человечество празднует этот день как день первого полёта человека в космос. Это большое событие, потому что люди о нём мечтали тысячи лет узнать, что находится в космосе. Ну и, наверное, вы видите всегда по телевизору передачи из космоса. Космонавты разговаривают уже с нами, с друзьями со своими на Земле. Они могут передать какие-то сообщения очень важные, информацию, наблюдения, опыты, которые они проводят на космических станциях. Ведь они даже удивительно выращивают там растения. Но вот вы всегда видите, что они, когда разговаривают из космоса, как будто плавают в воздухе. Так интересно. Это состояние называется невесомость. Там можно кувыркаться прямо в воздухе, пройтись по потолку, но всё же невесомость делает очень трудными многие обычные вещи. Спать в космосе можно, пристегнувшись к кровати, потому что любой предмет, который находится в невесомости, он может улететь. Ни один предмет нельзя положить просто так, потому что он улетит. Но самое трудное для космонавтов это есть и пить. Поэтому для космонавтов делают особенную еду. космонавт выдавливает еду, допустим, тот же борщ, тот же кисель, тот же чай, прямо из тюбика в рот, а воду сосёт аккуратненько через трубочку. Даже зубную пасту, к сожалению, зубы они могут почистить очень сложно в космосе. Если вам интересно, вы можете найти любую передачу в интернете про космос, пускай вам родители покажут, что это такое. На самом деле это очень тяжёлая и трудная работа. Это тоже большая профессия. Ещё по-другому космонавтов называют астронавтами, которые также летают в космос. для того, чтобы полететь в космос, нужно быть очень сильным, смелым, здоровым, отважным. И для того, чтобы полететь в космос, нужно пройти очень серьёзное обучение, чтобы покорить это неизведанное нам пространство. Вот так я вам рассказала про космос. Я вам пришлю родителям ссылку после нашего сейчас вот этого занятия, где вы можете увидеть и дома самостоятельно нарисовать ракету, на которой летают космонавты. Я думаю, что вы с этим заданием без труда справитесь. это очень интересное и увлекательное занятие, тем более к такому празднику, как День Космонавтики. Итак, мы с вами поговорили про космос. Мы узнали, что в нашей галактике существует в нашей галактике конкретно существует восемь планет. Они называются главная наша планета, которая освещает и дарит нам тепло, это Солнце. все наши планеты крутятся вокруг Солнца. Планеты у нас называются Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. На нашей Земле помимо всех планет существуют день и ночь. У нас меняются времена года. Мы о них уже немножечко с вами поговорили. Мы узнали, что такое весна. Помимо нее у нас есть четыре времени года благодаря тому, что Земля крутится вокруг Солнца, плюс еще она крутится вокруг самой себя. круг вокруг себя она совершает за один день 24 часа, а вокруг Солнца она обходит за 365 дней или 366. То есть тот год, который у нас в котором году, вот как в этом году у нас 366 дней, этот год называется високосным. Ну, об этом мы поговорим с вами на следующих занятиях, если вам интересно будет это узнать. А сейчас я с вами прощаюсь. Вы можете спросить у родителей еще что-нибудь интересное про космос, родители вам могут поставить какой-нибудь интересный фильм про космос или мультфильм, а также можно посмотреть занимательный детский мультик «Белка и стрелка», где рассказываются о том, как летают в космос и как готовятся к полету в космос и что такое космос. Я с вами прощаюсь и не забудьте, что 12 апреля у нас день космонавтики. Итак, до свидания. до свидания.